Три этажа, девять групп. Парты и стульчики стоят, кроватки заправлены. Эти наклейки на шкафчиках выбирали специально. Есть зверята и для мальчиков, есть и для девочек. Только вот здесь очень тихо. Самих ребят пока нет. Мастерская для мальчиков, мягкая мебель, кухня для девочек, для мальчиков, игру, потом парикмахерская, стеллажи, также витрина для книг и методический шкаф. Заведующая детским садом номер один показывает группы. Каждый день 25 членов персонала выходят на работу и протирают здесь пыль. Еще и не по разу в день. Детский сад на 225 мест готов принять малышей. По данным администрации, его откроют в конце января. Подрядчик, который ведет строительство, отчитывается о работах. Работы в здании завершены. Детский сад под ключ оснащен всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью. Все опробовано, запущено. И детский сад готов будет к приему детей после завершения оформления всех документов. Однако каверзные вопросы по поводу оплаты работы разногласий с администрацией тактично опустили. Этот садик проверила недавно родительская общественность. Всего 13 человек, специалисты в строительном деле, да и просто неравнодушные горожане посетили все четыре детских сада. Первый детский сад мы выходили в самый первый, поскольку он был уже практически готов к вводу в эксплуатацию. Был осмотрен данный объект. Родителями были высказаны замечания, пожелания. Был составлен акт по результатам осмотра. Вячеслав в этом вопросе специалист. Он занимается экспертизой зданий. Акты о нарушениях передали подрядчику. 70% неполадок уже устранили. Только вот что-то все еще беспокоит родителей. Один пункт течь воды в подвале не устранена. И на данный момент рядышком с детским садом коммунальная, так скажем, авария. И начала вода поступать в подвал детского сада. Тем временем на улице ведутся коммунальные работы. Эту проблему должны решать управляющая компания «Дом плюс» и подрядчик. Как только съемочная группа вышла из садика, работы прекратились. Хочется верить, аварию устранят в самое ближайшее время. Кто-то из родителей видел и другое нарушение, что строители курят в детских группах. В период строительства у нас действуют жесткие нормы по поводу организации места для курения. Подобные проявления недопустимы. Если что-либо и могло проявляться, то караются штрафом. Мы пришли, конечно, недостатков было достаточно. Но в целом все красиво, уютно, светло, тепло. По нормам большинство было соблюдено. Родительская общественность проверила и другие садики. Уже почти готов в соседний детсад по адресу Космонавтов 24. Там расставляют мебель и тоже готовятся к открытию. Садики на самом строе ждут запуска газовой котельной. Вот только детсад номер 29 пока отстает по срокам. Его сдадут последним. Стройку задержали из-за грунтовых вод. То, что находится в земле, как правило, преподносит какие-то свои сюрпризы, несмотря на то, что даже проводится предварительное обследование. Там, где сейчас стоит садик номер 29, раньше располагалась начальная школа, лицея номер 21. Советское здание было построено еще в 60-е годы. То есть с того момента прошло более 40 лет. Бывает, меняется. Коммуникации прокладывали с тех пор. Мероприятия, которые были проведены, они же были направлены не просто на какое-то там точечное устранение. Были проведены мероприятия предупреждающего характера. Сейчас укрепили дренажную систему. Внутри этот садик готов на 90%. Здесь есть вся мебель, проведены электричество, отопление и сигнализация. Единственное, заканчиваются отделочные работы в коридорах и устанавливается сантехника. Не хватает генеральной уборки. И, может быть, через месяц в этом садике пройдет первый детский праздник. Александра Подубная, Владимир Махмутов, НТРТВ